что живет всем привет с вами снова я артем и мы с вами продолжаем проходить нашего вора и у нас в общем-то третья часть данного прохождения проходим до если что мы на максимальной сложности то есть это особая сложность и 1300 очков и в общем то у нас начинается городская миссия по поводу лута в городе да естественно моего весь соберем но на самом деле из-за некоторых багов по сути своей весь лут на этой конкретной сложности собрать в игре в принципе нельзя и 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА This is the chest where I keep all my supplies. I should ready myself before I leave. The clock stopped. Nobody dares enter this place. They say it's haunted. The clock only ever worked because of me. Ticking helps me sleep. If I find things that I want to keep, I could put them here. Right now, the only thing collecting here is dust. How long have I been away? It's a passing pick, sir. I'm sure of it, not the gloom. In two days send men to claim his property for the crest. And have them bring it. So, like I said, on this challenge, in principle, нельзя собрать весь loot in the city. And in principle, in principle, in the game нельзя так сделать. Почему? Because one thing here is with a bagon. То есть, как бы, здесь вообще всего у нас лута 398 штук, как бы, как, по сути, пишется, да, в игре. Вот. Но на этой сложности на ней можно взять только 396 единиц этого всего лута. Я об этом вам, в общем-то, в дальнейших частях покажу. Я, в общем-то, расскажу именно, почему оно так. То есть, это, наверное, у нас будет, наверное, предзавершающая уже часть. То есть, это перед седьмой главой города. И также, да, еще по поводу канатных этих самых огненных стрел. То есть, по поводу этих самых свечей и восковой ведьмы. Как вы знаете, да, в игре есть такой квест. Восковой ведьмы, соответственно, да. Он заключается в том, что по городу раскиданы, по-моему, 36, да-да-да, по-моему, 36 свечей негорящих. Вот. Их все надо зажечь. И тогда мы получим одно, соответственно, да, последнее уже очко концентрации. Но данный квест, он, как бы, как вы понимаете, да, на этой сложности, в принципе, как бы, не имеет смысла выполнять, потому что мы играем без прокачки. И, то есть, все эти очки и концентрации нам вообще нафиг не нужны. Вот. Но, тем не менее, я вам покажу, как тут зажечь одну свечку можно без подозрений. То есть, как бы, именно в какой момент это лучше всего делать. Потому что здесь, по сути, это своя, да, только, по сути, своя. А одна вот такая свечка есть на всю игру, которую, как бы, если зажигать в другой момент, то тогда у вас явно будет подозрение. Вот. Ну, а мы, так как, в принципе, да, играем без подозрений, то, в общем, почему бы... Ее именно в этом прохождении не зажечь. Также, да, по поводу, опять же, этих свечей и того самого вот этого 397 и 398 лута, я, наверное, после завершения вообще полного этого прохождения, я, наверное, еще одно видео сделаю. Ну, в смысле, как, еще два видео сделаю по поводу вора. Соответственно, одно у нас будет посвящено вот этим как раз свечам. А второе у нас, собственно говоря, будет посвящено вот этим вот лутам, так сказать, последним. То есть, как бы, сделаем непосредственно уже прям стопроцентное, насколько это возможно в прохождении, потому что, да, как вы понимаете, на этой сложности оглушать никого не могу. А там, по сути, своей надо как раз оглушать, чтобы взять вот эти вот два последних предмета. То есть, без оглушения там вообще никак. Ну, не знаю, там оглушение, там убийство. Ну, как бы, если уж я оглушение-то не могу делать, то убийство-то явно, да, как вы понимаете. Вот, ну, а тем временем, как видите, да, я использую, естественно, водяные стрелы, чтобы нажимать на эти, на все кнопки переключателей. Вообще, лучше всего так не делать, потому что есть у нас эти самые тупые стрелы для этой... Для данной ситуации. Но, в общем, пока что у нас есть водяные, почему бы, в общем-то, их не использовать. Так, сейчас мы ждем... Вот у нас тут сейчас пройдет патруль. Сюда, сейчас он тут посмотрит, тут он поймет, что тут никого нет. И пойдет обратно, и мы сейчас, в общем-то, за ним как раз проскочим. Да, у нас с факелом пошел. Крася тут никого, ни у кого ничего не буду. Ну, единственное, что исключение, естественно, я не знаю, там, документы, которые, по-моему, здесь вообще один на весь город. То есть, как бы, с пояса ее можно стырить. А почему я красть не буду? Потому что все кошельки здесь обновляются. То есть, как бы, если я вот сейчас пойду... Ну, соответственно, да, если я здесь вообще всех обкраду, вот в этом, да, в столмаркете, и куда-нибудь, не знаю, там, пойду, не знаю, там, выполнять миссию, то после, соответственно, прохождения миссии у меня все кошельки, они обновлятся. Поэтому, как бы, красть кошельки именно я тут вообще не вижу смысла никакого. Это, конечно, можно сделать так ради тренировки, но, с другой стороны, по сути, зачем? Правильно? Так, тут у нас еще одна рама. На ней, кстати, у нас, да, две кнопки, если что. Поэтому надо ее так это прощупывать довольно тщательно. Так, а где еще одна-то? Что-то я, погоди, что-то мне это не нравится, что-то я найти не могу. Где-то, может, вот здесь вот? Нет, на левой давай аккуратненько. Тут, видите, то есть, да, даже если с мышкой вообще именно, то есть я вот сейчас именно вожу, грубо говоря, мышкой по этой параметре, да? Ну, как сказать, с помощью мышки. Вот, даже, по сути, с мышкой неудобно бывает. То есть эти кнопки искать все. Да, по статистике такая вот она у нас должна быть к этому моменту. Говорю сразу, да, мы будем, как вы понимаете, да, весь город обыскивать именно между главами. То есть, как бы, у нас все остальные именно главы, ну, как бы, части города, они будут называться так или иначе, как у нас называются заказы клиентов. Вот, и в этих как раз частях мы с вами будем его весь обсматривать. Потому что... То есть это вы не подумайте. Это я сейчас не ради канатной стрелы, в общем-то, именно сейчас именно все убираю, а потом мы будем только, не знаю, там идти по сюжету и проходить эти самые заказы клиентов. Нет, это мы будем именно во время прохождения непосредственно заказов клиентов убирать. Так, тут мы сейчас стреляем в этот катушку. Вот сейчас надо брать, да? Она вот так вот. Теперь вот сюда. Здесь у нас желудецкий тут нас перо, и тут у нас еще кошелечек. И здесь у нас еще вот такая вот кнопочка неискрытая, которую, опять же, нужно стрелой нажать на скобок. И вот у нас документ. Пульс под каменщиков. Вот такой вот тайничок указан. Что-то типа того. Так, и здесь у нас еще такой вот офис стражи, типа того. Хотя тут у нас, по сути, стражников вообще никого нету. И при этом никогда тут не бывает. Что, кстати, очень сильно странно. Конечно, да, эту игру ее много, за что я понимаю, можно ругать. Но все-таки мне лично этого делать не хочется. Потому что все-таки она мне в большей степени нравится, чем нет. Конечно, да, я понимаю, что она, наверное, самая вообще плохая в серии. Во всей. Но, в общем-то, после все-таки второго вора, наверное, она у меня все-таки самая любимая в серии. Так или иначе. Так, доклад стражи. Еще такой вот. Так, блокада. Кстати, да, вот еще по поводу газет. В общем-то, блокаду мы, если что, находили в первой главе. Как вы помните, вот эту газету. Но я еще покажу, как вот эти все газеты можно достать в городе. То есть, вот такие вот дела. Еще, да, некоторые газеты, кстати, будут появляться только между определенными главами. Вот, их я тоже буду, так сказать, отмечать. Так, это по-определенному в этом... Так сказать, в первом комментарии. То есть, да, у меня там первый комментарий будет. Там у меня все... Тайм-коды всей уникальной добычи, всех документов, которые я нашел. Вот. Эти газеты, соответственно, да, которые мы уже подобрали, я их отмечаю знаком END. То есть, как бы, чтобы вы ориентировались, опять же, то есть, чтобы у вас не было... Не возникало проблем. Почему? Я, как бы, не знаю, там первое я подобрал самоожерелье Алдейла, да? Типа, оно там под защитой банка. Вот. И дальше у меня почему-то идет, не знаю, там... Четвертый, там, с 19, да, там газета вот эта. Это потому, что, по сути, вот эта газета, она у нас была в первой главе именно четвертой по нахождению. Поэтому такие дела. Вот. Это у нас, да, только, по сути, в этой части будет такая вот ерунда с газетами. Вот дальше у нас более-менее все будет нормально. Так. На этом у нас должна быть, в общем-то, статистика вот такая. И мы сейчас идем непосредственно в хромой бурик. В общем, тут у нас наш этот друг старый Баса. Ахм. Я пошла на пакет, Басо, многое больше. Гарит. Чёрт. Я вижу, ты еще не можешь проработать дверь. Ты не приходишь видеть меня, ты не пишешь. Я думал, что вы и Аерин были убили в атаке Маншин. Где ты на самом деле был? Я не знаю. Я не знаю? Хорошо, ты не знал. Зараза я подпишу про где вы уже прошел неделю. Я не хочу время для этого. Особенно с новой нежностью опиумом. Не забывайте, даже у нас, генерал-технический генератор. Генератором. Абсолютно. У меня есть работа для меня, давайте услышим. Ты уверен, что ты об этом делаешь? Хорошо. Итак, здесь есть праздник. Я хочу, чтобы вы получили ринг для меня. Готово? Никогда снова, да? Ты маньяка! Я надеюсь, что один день я собираю тебя сделан в тюрьме. Я не потеряю маньяка. Я улыбнусь от ноги. Доброе дело, Басо, доброе дело. Да, 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 да. Доброе утро. Один из-за корнелия Греев. Один из-за того, кто-то, кто-то не знает, что-то на своих бутах. Ап! Ап! Доброе утро. Что случилось? Эх... Он умер. Я криво, Басо, не криво. Только в сентябре умеряем. Моя сурсов не просто заставил его. Не в чем-то, чем-то, чем-то. А, чем-то, чем-то. Мы будем приедеме к ним, пока картеры берут его. Умер, что они были таки, что-то-то, что-то, олд-оу-оу... Фондыр-нездерфол. Их-то-оу-оу-оу-оу... Барон-з-гарс, за-см-ресен. А... Без-за плачет этого места... ...е-за-плачет этого места. И, эээ, не скрывай нас, Гаррет, некоторые из нас еще нужно платить наши деньги. Ты не можешь платить, что ты не можешь купить. Хе-хе-хе-хе, уйди отсюда. И ты используй дверь, пожалуйста. Стелл, это хорошо видеть тебя. Мне нужно отдохнуть. Это МПС, который нам дает заказы. Всякие в городе. Это Крозы. Один из них кроет за нашими духами. Они спрашивают историю Барона Норскреста. Таффер, который закрепил нас в этой зеркалке. Все в названии прогресса. Старые зеркалки хотят уберем нас. Но Крозы не знают лучше. Они знают, что у нас в нашу сторону. И когда он уходит... Ха-х! Мы увидим, кто еще стоит. Норскрест хочет быть осторожными. Но мы ждали достаточно долго. Это было достаточно долго. Крозы не уйдет. Давайте не уйдем. Давайте вместе, друзья! Давайте вместе! Давайте вместе! Lock-down! Глум! Везде, где вы выглядите! Мы только можем отдохнуть на себя. Чтобы сделать это лучше! Лучше, что у ищем! Уже. Крозы не уйдем! Ура-мь! Ага! Повторясь! Пик-пак-по-ссъезжаяm! Крозы не устраёт! Мой, он действует... Он пришел к ним. Они питают егоłą и не ставил! Он не ушел! Крозы не существен! Оно трое... Так, тут у нас, кстати, вот да еще лежит газетка Норквис не сокрушим И мы сейчас, соответственно, все продадим торговцу нашему И у него, в общем-то, купим этот самый гаечный ключ Который нам пригодится в следующей главе И чтобы брать... Чтобы брать эти самые мемориальные доски в городе В общем-то, да, мы сейчас все продадим То есть всю еду, все охотничьи стрелы Огненную мы, соответственно, себе оставим И вот тут мы, в общем, покупаем себе, да, гаечный ключ И сейчас пойдем к баса Сберем у него все контракты, которые можно Мы их, да, не все будем сейчас именно выполнять То есть у нас там один останется, контракт невыполненный Но все остальное мы сделаем Потому что для этого контракта, как раз-таки, для него нужна канатная стрела Это не особо будет, так сказать, нам по пути То есть нам нужно будет возвращаться в Бурик Потом еще обратно идти в город Мы его потом чуть-чуть сделаем Вот у него больной Вилли, красота внутри Медицинские проблемы и опасные чтива и махинации Вот все мы их сейчас, естественно, с вами возьмем Но выполним мы, по сути своей, все, кроме красоты внутри Потому что как раз-таки там нам непосредственно и нужна эта самая стрела Канатная Так, выходим обратно, да, в Stone Market И здесь у нас сразу же первая мемориальная доска Вот тут вот это у нас хромой Бурик Первый, так сказать, уникальный лук, который мы с помощью инструмента достаем Наверное, хромой Бурик И сейчас пойдем выполнять его заказы, собственно говоря Вот, собственно говоря, да Первым делом мы выполним с вами контракт Это этот самый опасное чтиво Такие дела И, так, тут у нас стражнички гуляют И здесь вот у нас этот самый дом Этого писателя, который там что-то там с баса Там книжку написал, да Как он там сам рассказывал Так, у него тут тоже есть лутецкий, естественно Еда есть И, собственно говоря, еще много чего вкусного Так Вот, и рамка Вот, обязательно вот этот диалог прослушайте до конца Если вы этого не сделаете, тогда у вас просто как бы продолжение этого квеста не активируется И вы, соответственно, его выполнить не сможете Ну, как сказать, не сможете Вам нужно будет это самое возвращаться в часовую башню Чтобы, так сказать, обновить город Потом идти обратно сюда Чтобы, соответственно, опять запустился этот диалог Так Надо бы вот туда пройти В правую, в смысле, часть Часовой башни Сейчас они у нас тут вдвоем Туда вот пойдут Мы сейчас за ними Аккуратненько А здесь иногда Стражники бывают глючат На самом деле То есть Я это вам, естественно, покажу Прямо даже, по сути, в этой части Тут, в общем-то, один у меня довольно так Неудобно, так сказать, заглючил И именно очень часто вот эти двое, кстати, глючат То есть Один из них, он просто начинает так крутиться, так сказать, на месте Вот, при этом, естественно, он вас видит И, как бы, естественно, на... Учитывая, да, как бы ту сложность, на которой мы играем Естественно, в такие моменты надо перезагружаться, так или иначе Потому что ты его, как бы, по-другому никак не пройдешь То есть он тебя явно запалит Так, ребята, вы проходите Ненавидит он птичек, да? Как он говорит И, собственно говоря, идем в эту самую... Так, в случае он там залез Идем, собственно говоря, брать эту самую книжку Нашу С баса в главной роли Следующий у нас контракт Это эти самые медицинские проблемы Кстати, он, наверное, один из самых сложных вообще во всей игре Потому что там есть, так сказать, свои заморочки Именно в ходе его выполнения Ну, там как там, по сути, взять Взять, собственно говоря, да, лут, который Ради которого мы туда идем Это не сложно Вот, но открыть дверь Где там сидят два охранника Вот это вот уже, да Это тут уже, так сказать Сложновато Сейчас открываем Тайный ход И взламываем Кассу Так, что у нас здесь? Тут у нас монеточки И, собственно говоря, этот проклятый город Опять же, почитайте на паузе Кому интересно А мы, в общем-то, тем временем идем дальше Ну, тут мы сейчас на вот это вот Вот этот домик запрыгнем Так, у нас есть кошелечек Здесь Что это там сжигает? Да, интересно И здесь вот у нас как раз Какие-то самые медицинские проблемы Этот самый контракт Кто-то Ты реально think This doctor's room Is something better If you get the shit off remedies people are selling Let me ask you this Would you buy a remedy From a man who's gone And caught the gloom himself From Marko said Let me tell you What Marko said It does kind of sound like that Так, тут мы сейчас В первую очередь гасим свет И взламываем на вот этой дверке У нас замочек Здесь, в общем-то, в чем прикол За вот этой дверью За ней как бы есть два охранника Один из них сидит Смотрит прямо на нее И второй ходит Соответственно ее патрулирует Вот, нам надо открыть эту дверь Так, чтобы нас ни сидящие, ни вот этот ходящий Не спалили Для этого мы сейчас ждем, когда он у нас Подойдет к столу То есть сейчас я вам покажу эту ситуацию А вот он сейчас здесь, да, и сейчас он пойдет к столу Вот, и мы должны Подождать, пока он пойдет обратно И где-то примерно, когда он делает Четвертый шаг, то есть между четвертым И пятым шагом Вот, мы ее должны Открыть Если, в общем, все у вас Сделано правильно Тогда вас, по сути, вот этот сидящий Не запалит Ну, в смысле, как Вас и этот, и ходящий По идее, может запалить Вот, но Сделать это, должен я сказать Вам Довольно-таки сложно То есть, как бы Именно такой момент подгадать Вот, но В общем, как видите Вот у меня получилось с первого раза Я даже, по сути, в этот шкаф залез То есть, как бы Если кто не знает То в шкафах тут Прятаться можно Здесь, в общем-то, да Тоже вот Надо его, так сказать Как прикрытие Использовать От того вот От сидящего Чтобы, то есть Он вас не запалил Когда вот этот верхний ящик Посматриваете То есть, верхний Левый Получается в столе В нижнем правом То он вас не запалит Вот А когда вы Левый верхний Осматриваете Он может вас запалить Так И, собственно говоря То, ради чего Мы здесь То есть, это Это самое его снадобие Этого троя Сейчас мы его с вами Заберем Так Вот он всегда Абсолютно Вот рядом с этим снадобием То есть, когда вы Дверь открываете Поэтому Мне, как бы, кажется Проще здесь все-таки Идти через дверь А не через вот эту Вентиляцию, да Которая там У нас этим гаечным ключом Открывается Гораздо проще Здесь идти через Именно двери Ну и зато Вот так, в общем-то Отсюда мы Выходим Тоже, да Аккуратненько Имейте ввиду Что здесь у нас Два этих охранника Есть Так И, собственно говоря Идем мы Вот в эту вот локацию Здесь нас, да Уже, кстати Этот вход в банки есть Если что Вот мы его сейчас Естественно Проходить с вами не будем Как я уже сказал Мы его пройдем Под самый-самый конец Вот Но табличку Мы все-таки срежем С него Первый банк Столмаркета Город живет Под шелезом И золотом Тут у нас Есть еще Это письмо Вот тут вот Лежит документик Последнее предупреждение И сейчас мы пойдем К Эктору Его контракт В общем-то Да, это у нас Один из персонажей Тех, которые нам Дают контракты Вообще То есть Как бы контракты Это уже такие Отдельные миссии То есть Прямо со своей картой Со всем таким Вот Но мы Его первый контракт Пока выполнять не будем Потому что Для него нам Нужна бритва Вот А бритвы у нас Пока что нет Она у нас Начинает продаваться После второй главы Поэтому После второй главы Вот мы его Соответственно Выполнить с вами Сможем Вот пока что Мы его с вами Выполнить не можем Потому что Там у нас будет Эта самая Картина Монтанесси Вот Для него нам Как раз-таки Нужна и бритва Спосредственно Ну В общем-то За этот квест Мы его Все-таки Сейчас возьмем То есть Как бы Это Естественно Но Как я уже сказал Выполнять его Не будем Выполним его Соответственно Между Второй и третьей Главой С вами Вот это Кстати По-моему Не очень логично То есть Смотрите Нам дают Заказ Который По сути Мы сейчас Именно выполнить Не можем То есть Мне кажется Здесь было бы Логичнее Если бы нам Давали все-таки Этого Витория Его именно Заказы первые Потому что Для Витория Для него Не нужны вообще Ну там Этот нужен Этот самый Гаечный ключ Именно в первом Его контракте Вот Но для него Не нужна бритва Которая Получается После второй главы Вот Для первого Контракта Эктора Для него Нужна бритва И он у нас Получается После первой главы Почему-то То есть Это вот Как мне кажется Очень сильно Странно Девушки отдыхают Он превратился Смейся Он Упределить Смейся Проект Но я не смогу Сделать Попрошу Смейся Метал Не могу Смейся Проговоры Эктор Что тебе нужно? Микро Мин Guinea Сотрудница Прямая Проблема Сотрудница Застречек Слеза Немного Крежь Крежь Сотрудничный Один Чилил Метал 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 И Ты Хочешь Hearing Именно Алфонсо Метал Тейлер Ставь свою руку в его магазине. Рекомендую его, и я тебе зарплату за вашу проблем. Я знал, что ты видишь вещи в моем пути. Посмотрим, что Альфонсо в стонемаркете. Альфонсо, безумно, ставь мою руку в его магазине. Что-то говорит, что Эктор не в голове за этой операцией. Я буду играть. И вот здесь вот у нас как раз и сейчас будет этот самый глюк этих самых стражников, которые я говорил. Это, да, это довольно так забавно выглядит, этот глюк. Но, тем не менее, в общем, такой вот он есть. Вот видите, то есть, да, его там просто это... Крутить вот так вот, начиная, а то ты и все, и по сути, его никак не пройдешь. То есть, ну как, его пройдешь, только он нас палит. Нам всю игру, по сути, сначала начинать. На этой сложности. Вот, естественно, да, последнее сохранение загрузил сразу же. Вот почему мы вообще, самое главное, так сказать, причина, по которой мы будем отбирать город непосредственно между главами. Потому что некоторые районы, ну, в смысле, как некоторые места в городе, их будет проще всего отбирать именно между определенными главами. То есть, тут очень удобно именно глючат НПС между главами, я вам так скажу. Поэтому, собственно говоря, будем это себе на руку использовать. Я это вам, естественно, еще покажу. Там, в следующих наших частях по городу. Вы в этом, естественно, во всем сами убедитесь. Я это, то есть, за такие, так сказать, свои личные ошибки не особо сильно считаю. Потому что, все-таки, камон, игре уже, по сути, считай, сколько я, по сути, уже 9 лет, да? Она в феврале вышла. 14-го года, по-моему, да? 9 лет. И если уж ее не пофиксили, то... Причем тут я, по сути, да? Поэтому это будем себе, естественно, на руку использовать. Так. У нас часовая башня такой. Вот, в итоге, по-моему, быстрее. Заходить вот сюда вот. А тут у нас есть, собственно говоря, скрытая, так сказать, комната. Вот, на которую мы можем... Для которой вообще, чтобы тут именно нажать кнопку, чтобы ее открыть, нужна эта стрела. Но, по сути, ее можно и через эту, через лесенку вот так вот нажать. Вот там у нас, видите, да, есть кнопочка. Так, мы подходим и нажимаем. Тут у нас сундучок пятиступенчатый. Кстати, да, мы, в общем-то, именно вот эту вот... Как бы записку с этим сундуком уже находили. То есть, когда у нас там, помните, это была наверху закрытая... Ну, в смысле, как там тоже была тайная комната, где мы там тоже кнопку нажимали стрелой. Так, еда, лут и, собственно говоря, документ, который я вам показал уже. Это у нас, да, кстати, документ Южного Квартала. То есть, этого самого Риверсайда, как я его здесь называю. Угу. Так, вы, ребята, идете туда. Это хорошо. Сейчас мы тут мимо вас так вот проскользнем. Так, у нас никого нет. Правда, надо было, конечно, подождать по патруль, но давайте так рискнем, а он не уходит. Нормально. Так, и вот здесь вот у нас, кстати, есть, да, мемориальная доска опять, и за ней у нас кнопочка. Это у нас один из, так сказать, переключателей, который у нас активирует этот самый проход к... Золотой крепости, который у нас стоит у Эктора. Вот для этого надо выполнить квест, этот самый заманить и развести. Вот мы его тоже будем выполнять с вами. Но, в общем, не сейчас, потому что у нас пока что доступа ко всем переключателям нет. Их всего, да, если что, в игре три этих переключателя. Вот, но их надо именно в правильной последовательности, так сказать, нажать. Соответственно, последовательность, она нам показана на вот этих вот рисунках. То есть, там, по сути, первый, второй и третий вот эти вот переключатели показаны. Продолжение следует... Так, сейчас мы на башне опять встали. Да, мы эту опять газету находили, если что. Да, кстати, еще мы находили газету, которую мы подобрали у этого, у Троя. То есть, там, в этой комнате с двумя стражниками, забыла вам про это сказать. Вот, то есть, эту газету. И, соответственно, да, вот сейчас я вам, которую дала почитать. И, соответственно, ту газету, которую мы находили у Троя, мы... Это все, по сути, газеты первой главы. То есть, как бы, мы их все там уже нашли. Вот, но показываю, где их можно взять еще, если что, в городе. Если что, вы их там, не знаю, пропустили как-то. Так, тут у нас колечко, про которое нам как раз говорили. Так, тут у нас, по-моему, кошелечек. Да, кошелечек. И остается нам что? Остается нам только последний контракт. Это этот самый больной вилле, так называемый. Но мы сначала тут еще чуть-чуть, так сказать, поисследуем. Потом уже, в общем-то, к нему пойдем. Так, взламываем дверку. Так, тут мы сейчас тоже ломаем шкаф. Рамка. И, собственно говоря, книжку. В общем-то, да. Еще по поводу этой самой... Вот, в общем, почему у меня нету этой самой подсказки при нахождении этих книг. Это еще тоже такой прикол. То, что, по сути своей, из-за этого отличает у нас этот самый интерфейс, где это, где вы помощь при осмотре рамы отключаете. То есть, как бы, осмотр рамы и поиск книги. Это, я так понимаю, по логике игры это одно и то же. Это, конечно, да, я понимаю, что это не одно и то же по факту, так сказать. Но по логике игры это одно и то же. Так, еще одна доска и еще одна кнопка, кстати. Но она у нас, как бы, не вторая, грубо говоря. Она у нас аж уже третья. Так, вот можем ее нажать. Но, по сути своей, ничего это нам не даст. Так, тут у нас внизу еще лежит монетка. Вот здесь вот. Идем к больному Вилле. В общем-то, остается нам только этот контракт. И еще один сундучок, так сказать, надо будет полутать нам в столм-маркете. И можем топать на главу. Так, духи. Здесь у нас, по-моему, ножницы. А нет, нож. Один нож, в смысле. Не ножницы, а нож, да. Так, взламываем шкафчик. Флакон и, в общем, еще одна картина. На этой картине, да, у нас, опять же, два переключателя. Здесь вообще на всех, по-моему, картинах, кроме, по-моему, одной или даже двух, или даже, по сути, трех в игре. Везде на них по два этих самых переключателя. То есть это, во-первых, на одной картине, которая у нас была в этом в прологе. Как вы помните, там у нас был один переключатель. Вторая это в этом у Лайгрува. То есть в этой ювелирке, которую мы, кстати, в прошлой главе грабили. И еще одна картина. Это, собственно говоря, картина у нас уже в Риверсайде будет. Если что. Так что, в общем, такие вот дела. Так, сейчас мы тут аккуратненько еще один переключатель должны найти. И, собственно говоря, все. Тайная комнатка у нас открывается. Вот у нас больной Вилли. Так, это у нас, что это у нас? Журнал больного Вилли. Здесь у нас, кстати, да, есть подсказка к сейфу одному, который у нас, кстати, тоже в Риверсайде находится. Вот, это он тут вспоминает некий сейф, к которому код это собственно говоря, нынешний год. То есть, так как у нас сейчас именно в игре 842 год идет, соответственно, такой же у нас и шифр к этому сейфу. Колечко. Еще одна, кстати, газета, которую мы уже читали. То есть, находили в этой в первой главе. Там она у нас была третья. Кто следит за сторожевыми псами. Угу. И, в общем-то, собственно говоря, еще тут немножко есть лута, которую мы сейчас с вами заберем. Тут у нас еще письмо больному Вилли. Опять же, почитайте на паузе. И идем непосредственно за часами, которые тут у нас, в общем-то, за вот этой вот потаенной стенкой находятся вот здесь вот в этом сундуке. Часы и еще монетки. И больной Вилли выполнено. И остается нам что? Остается нам тут только один сундучок. Ну, по факту, как бы в этой локации нам остается только один сундучок. У нас еще будет этот самый уникальный один трофей. Ну, вот так мы тут по сути своей все нашли. Всего у нас, да, здесь должно быть 70 лута. Вот сейчас я вам дам это убедиться, что у меня столько именно. конечно, да, можно и больше найти, то есть можно в том месте, где у нас был банк, это самое, еще там найти несколько лута, но там желательно еще иметь бриту, потому что там еще есть эта картина Монтанесси, собственно. Вот туда мы тоже, соответственно, между второй и третьей главой пойдем. Вот, да, вот у нас 70 из 398. Соответственно, и по уникальному вроде там что-то там 6 из 27. То есть это значит, что мы здесь все, что могли, ну, как сказать, мы, конечно, могли, как я уже говорил, больше найти, но как бы то, сколько, по сути, я хотел, я нашел. Так, перепрыгиваем и идем сейчас в Храмой Бурик покупаем там канатную стрелу, она нам нужна будет для второй главы. То есть как бы там вообще без вариантов, там на полюбом нужно. Вот, продаем еду, продаем все, что нам не надо и идем, соответственно, на вторую главу. Еще нам надо будет с этой, с королевой, с королевой попрошай, по-моему, да, она как-то так. Хотя, не знаю, по сути, к Queen of Beggars. Ну да, по идее, правильно перевели. Вот, реально, с чего у меня в этой игре бомбит, так это с того, как перевели тут лечебницу Мойре. То есть, в общем-то, если что, то это именно что, как бы, если кто не знает, это именно Мойре Асайлум, как бы в оригинале произносится. Вот Асайлум, это вообще, это нифига не приют никакой, это, это лечебница Мойре, то есть, как бы, правильнее именно вот так переводить, как лечебница, а не как приют. Да, и все эти годы, чувствуете бомбит в кухне и в кухне, что бы мы нахожу в кухне нахожусь. Мойре, мойре, в мое время. Помогу, как Тулли сохранил коллекцию? Ну, это не так, как это было. Мойрак был дать ему два пенни за годы для изучения. Если Тулли действительно получил хак, он мог сделать больше, чем мы были платить. так еще здесь вот у нас есть эти еще тут два товарища которые которых тоже что-то один диалог будет сейчас тоже здесь мы прослушаем и в общем я наверное на этом буду с вами потихоньку прощаться я думаю сейчас мы тут вот еще один лут уникальный заберем еще почитаем газетку и в общем на этом все дальше будем проходить же вторую главу в следующей части так что ребят всем спасибо за то что смотрели с вами был я артем подписывайтесь ставьте большие пальцы вверх вступайте в группу вконтакте комментируйте рассказывать о канале друзьям добавляйте видео избранное все это очень сильно помогает каналу развиваться такое все-таки прохождение этого как мне кажется достойно так что такие дела всем ребят всего хорошего всем ребят на этом пока до новых встреч это лоней ночи Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok